Лопаты в руки и дружная команда Мутищинского госадом технадзора приступает к расчистке территорий дома-интерната. Инспекторы, на которых возложены контрольные функции, в этот раз с удовольствием сами взялись за наведение чистоты и показали отличный пример всем коммунальным службам округа. Меньше часа и большая территория учреждения свободна от снежного покрова. 2018 год объявлен годом волонтерского движения. Но, честно говоря, все новое – это хорошо забытое старое. Помним все героев Тимура и его команды Аркадия Гайдара. И будем считать, что волонтеры – это те же самые тимуровцы. И, исходя из того, мы посмотрели, какие погодные условия тяжелые, вот мы и решили оказать помощь, выступить в роли волонтеров, тимуровцев и помочь нашим подопечным. В городе из-за длительного снегопада возник настоящий коллапс. А для подопечных дома-интерната, где жизнь течет своим, более спокойным руслом, ни погода сказалась на привычных прогулках. Сегодня утром они гуляли здесь в первой части дома-интерната, где было расчищено с утра. Сейчас, конечно, после обеда будет больше объема прогулок, и уже можно будет прогуляться по саду. Любимая скандинавская ходьба, которой они занимаются, заняться своими любимыми делами в такую погоду. В волонтерском движении сотрудники Госдомтехнадзора планируют участвовать на регулярной основе. Но это никак не скажется на качестве их основной деятельности. Благотворительную помощь они оказывают в свободное время. Прекрасная замена обеденному перерыву, свежий воздух, снег. Настроение отличное, погода замечательная. По словам директора дома-интерната Оксаны Крашниной, от помощи учреждения не отказывается никогда. Особенно она понадобится в весенний период, когда придет время организовывать цветники, которые так любят местные жители. Инспекторы чистоты и благоустройства и в этом деле обещали помочь. Анна Раченкова, Константин Бондаренко, информационная программа «День». Анна Раченкова, Константин Бондаренко, информационная программа «День».